Процесс появления новой жизни можно назвать настоящим волшебством. Природа создала множество различных видов животных, и все они приходят в этот мир совершенно по-разному. Кто из зверей способен задержать беременность, чтобы родить в самое подходящее время? У какого вида потомства вынашивают самцы? Все это и многое другое вы узнаете, если досмотрите это видео до конца. Самка жирафа ходит беременная 14 месяцев. Затем на свет появляется всего один малыш. Так как рожают жирафы стоя, жизнь детеныша начинается с падения с двухметровой высоты. Но так как рост новорожденного жирафенка равен 180 сантиметрам, для него высота в 2 метра не слишком страшна. Малыши никогда не получают травма такого падения. Беременность слонихи длится 22 месяца, то есть почти 2 года. Интересно, что слонихи сами могут выбрать время своих родов. Они способны ненадолго задержать беременность, если не чувствуют себя в безопасности. Новорожденный слоненок весит около сотни килограмм, и хоть его мама не маленьких размеров, все равно родить такого крепыша вовсе не просто. Новоиспеченные маме помогают опытные слонихи стада. Во время периода размножения самка спаривается сразу с несколькими партнерами, а затем откладывает яйца, оплодотворенные разными самцами. Интересно, что если яйца будут находиться в теплом месте, родится больше самцов, а если в холодном, то самок. В отличие от большинства других рыб, скаты не откладывают икру. Они живородящие, хоть и не млекопитающие. В одном помете обычно появляется не более 13 маленьких скатиков. Дело мамы ската выносить и родить. На этом ее полномочия исчерпаны. Детеныши ската самостоятельны от рождения. Они отправляются во взрослую жизнь, и если не станут добычей хищных рыб, то очень скоро повзрослеют. А вот новорожденный дельфиненок полностью зависит от своей матери. Дельфины рожают только одного детеныша. Как только малыш появляется на свет, мама подталкивает его к поверхности воды, чтобы он сделал свой первый вдох. Сразу после родов мать дельфиниха начинает интенсивно свистеть, чтобы малыш запомнил ее голос и не перепутал с другими дельфинихами стаи. Ежики гораздо меньше слонов, но как можно родить кого-то настолько колючего? Природа обо всем позаботилась. Малые ежата появляются на свет абсолютно голыми, а через несколько часов на них появляются колючки. Мама ежиха ходит беременная 49 дней. Она устраивает себе гнездо в норе или в траве, и рожает в полном одиночестве, как правило ночью. Процесс родов у львиц практически такой же, как и у кошек. Главное отличие заключается в другом. Когда приближается время родов, будущая мать покидает своих сородичей, ищет укромное местечко. Вернется она не раньше, чем ее детенышам исполнится три месяца. Когда львята окрепнут, у них будет больше шансов выжить. Но даже несмотря на все эти меры предосторожности, смертность львят в первый год жизни очень высока. Морские коньки очень плодовитые. Примерно тысяча зародышей вынашивается в сумке у самца. Да, вы не ослышались. У этого вида беременным ходит именно отец. Когда икринки созревают, самец испытывает нечто похожее на схватки. Начинаются роды. Но из-за того, что сразу после появления на свет маленькие морские коньки отправляются во взрослую жизнь без родительского присмотра. Из тысячи детенышей выживают лишь единицы. Некоторые думают, что кенгуру вынашивают своего детеныша прямо в сумке. Но это не так. В сумку малыш попадает уже после рождения. Примерно за сутки до появления на свет кенгуренка его мама приводит свою сумку в порядок, тщательно вылизывая ее. Рожает кенгуру сидя, опираясь на свой хвост. Новорожденный имеет рост не больше двух сантиметров и весит меньше грамма. Он должен самостоятельно заползти в сумку матери и ухватиться за сосок. Морским ежам, как и большинство других существ, для размножения необходим партнер, ведь среди них есть самцы и самки. Вот только как они найдут друг друга, если не способны передвигаться. В вопросе размножения им приходится полагаться на течение. Самки выделяют в воду огромное количество яйцеклеток, а самцы – сперматозоидов. Если сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, образуется зародыш. Суринамскую пипу называют самой мерзкой, жабой в мире. Хотя справедливости ради нужно отметить, что и других ее родственниц мало кто считает миловидными. Оплодотворенные икринки эта жаба вынашивает на своей спине. Из яиц развиваются головастики. На 8-9 личинки превращаются в молодых жаб, которые выпрыгивают прямо из спины своей матери. Летучие лисы, как и летучие мыши, не только спят вниз головой, но и рожают в этой не самой удобной позе. Малыш появляется на свет крохотным и питается молоком матери. Даже тогда, когда летучая лиса отправляется на поиски пищи, ее малыш висит у нее на груди. Большинство улиток являются гермафродитами и производят потомство без партнера. Но есть и разнополые виды. Во время размножения они мечут друг друга любовными стрелами. И это вовсе не метафора. Улитки действительно стреляют друг в друга стрелами из хитина. Если эти стрелы соединяются, произойдет спаривание. Когда яйца созревают, улитка откладывает их через отверстие, которое находится на ее шее. Самки морских львов рожают на суше. У них появляется всего один детеныш, которого они будут опекать до того, пока снова не забеременеют. А произойдет это уже через две недели. Самки морских львов оберегают своих щенков, но при этом очень агрессивны к чужим детенышам. Однако, если чей-то малыш остается без присмотра, они могут усыновить его и ухаживать как за своим. Голый землекоп – это африканский грызун, немного напоминающий крысу. Живут эти животные колониями, в которых право на продолжение рода имеет только самка королева. Она спаривается лишь с несколькими самцами. Их отношения длятся много лет. Ленивцы настолько ленивы, что даже спариваться не спешат. Этот процесс длится несколько часов. Спаривание происходит на деревьях, впрочем, так же, как и роды. Матери-ленивцы заботятся о своем потомстве. Но если малышу не повезет и он упадет с дерева, мать не станет напрягаться, чтобы спуститься за ним. В таком случае детеныша ждет неминуемая гибель. Молотоголовые акулы, как и многие другие рыбы, размножаются путем внутреннего оплодотворения. Имеется в виду, что семя самца может долго пребывать внутри самки до того, как оплодотворит икринки. Но в 1999 году произошло нечто необъяснимое. Самка рыба-молота, которая находилась в аквариуме и никогда не контактировала с самцом, родила. Анализ ДНК не выявил каких-либо других генов, кроме материнских. Наука до сих пор не смогла дать этому убедительных объяснений. Самцы осьминогов имеют съемный фалос. Они теряют его после спаривания, точно так же, как ящерицы теряют свой хвост. Однако, как и хвосты ящеров, их фалос может вновь отрасти. А вот самка становится матерью только раз в жизни, производя при этом 50 тысяч детенышей. Утконосы – одни из немногих млекопитающих, которые откладывают яйца. Мать откладывает от одного до трех яиц в специальную нору. Период инкубации длится 10 дней, после чего на свет появляются голые и слепые утконосики. Гиены относятся к числу животных, роды которых можно назвать по-настоящему тяжелыми. Все дело в том, что у них очень узкий родовой канал. Из-за этого самки терпят очень сильную боль в процессе родов. Но самое страшное не это. Многие малыши задыхаются в родовых путях. Самое большое яйцо по отношению к размерам тела у птицы киви. Его размер составляет примерно четверть от размера матери. Отложенное яйцо настолько велико, что это все равно, что женщина родила бы четырехлетнего ребенка. Этим птицам приходится очень нелегко. Черепахи откладывают яйца в определенном месте. Они вновь и вновь возвращаются на родной берег, где однажды сами вылупились из яйца, чтобы продолжить свой род. Самки пингвинов откладывают свои яйца прямо под ноги самцу, а сами отправляются в океан добывать еду. Отцы высиживают яйца не хуже матерей, а самки прекрасно охотятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok